Ребят, если вам нравятся различные факты и всякие топы по Доте и может быть World of Warcraft, то советую глянуть на канал Рутелла, на котором вы всё это найдёте. Ссылки есть на экране и в описании. Привет всем, это канал ТопДота. Сегодня я хочу вам рассказать о трёх способах сделать Фёстблад связке с Тинни. Может быть вы новичок и хотите узнать об этом персонаже побольше, а может быть вам просто хочется пофаниться с другом какой-то связкой в паблике, и вы хотите начать доминировать уже с самых первых секунд. В любом случае, что-то интересное вы для себя узнаете. Кстати, напишите в комментариях, какая у вас самая любимая связка из двух героев, и как часто вы её и катаете, и может быть даже обузите пати рейтинг. Ну а у нас топ-3 Фёстблада за Тинни. Поехали! На третье место я закинул лёгенькую связку из Тинни и Клокверка. Суть, я думаю, вы уже поняли. На руне Тинни должен закинуть противника Клоку под ноги, а тот в свою очередь включит батарейки. Это очень дико дамажащий скилл, и он наносит чуть ли не самое большое количество урона на первом уровне прокачки. Плюс куча тычек с руки от двух героев, и враг будет повержен. Только нужно быть осторожным и самому не отъехать, пытаясь закинуть оппонента на Клока. Ну а после первого уровня связка становится ещё жёстче, потому что появляются Коги, с которыми Клокверк гарантированно вливает весь дамаг батарейки в свою жертву, и шансов у неё практически не остаётся. На втором месте интересная в исполнении связка из Тинни и Виспа. ПБ в этом случае также делается на руне, и опять Тинни должен закидывать вражину к своему братюне. Только вот закидывать он его будет не просто так, а на хайграунд. Висп стоит на холмике, мы кидаем к нему врага, а Виспик просто тизерится к нам, оставляя красного чувака наверху. Только вот нужно, наверное, тыкнуть в арт, чтобы Ио мог настреливать. Ну и если там будет какая-нибудь квапа, то мало того, что она сможет ублинкаться, так ещё и урон у неё будет поболее, чем у Виспа. Плюс ещё и не будет месов от лограунда. Так что будьте осторожны и лучше зовите друзей. Весь фан этого способа именно в том, что врага можно закинуть наверх, а всё остальное уже не так критично. Да и Куру можно подрезать, если оставить противника там и ждать, пока он будет нести тпшку. Кстати, всё это можно вытворять и с другими героями, у которых тоже есть какой-нибудь блинк или что-то подобное. Например, с Квапой или с Мираной. Просто связка Тинни и Висп это классика, и они могут наводить вдвоём шорох на протяжении всей игры, а не только первую пару минут. Так что рекомендую брать именно этих двух героев. Ну и топ-1 победитель сегодняшнего рейтинга, связка из Тинни и Течиса. Хотя правильно говорить Тайни и Текиса, но кого это волнует, буду говорить просто Тинни и Минёр. Суть, как это здесь очевидно, считается в том, чтобы забросить врага под мины. Минус только в том, что противники это тоже могут на язычах прочитать, поэтому к руне не сунутся. Но можно как-то их обхитрить, зайти сзади и что-то таки придумать. На всякий случай ещё скажу, что естественно Минёр должен прилетать с кучей монорегена на Тайвер и ставить мины в каком-нибудь укромном месте. На нижней руне это может быть Рошпит, там совсем беспалевно. Ну а Тинни должен где-нибудь шастать и пытаться закинуть фражину прямо на этот фейерверк. В дальнейшем по игре всё идёт примерно так же, тактика нисколько не меняется. Ну только растёт урон от скиллов и появляется возможность добить суицидом. Такие дела. На этом топ окончен, но хочу сказать ещё пару слов. Сегодня утром количество сабов на канале перевалило за 10 тысяч, а это всё-таки достаточно круглое число. Поэтому завтра скорее всего будет небольшой видосик по этому поводу, а также конкурс, в котором я разыграю Арканку среди своих подписчиков. Но это всё завтра, а пока что можем друг друга поздравить, поставить лайк на ролик и подписаться на канал, чтобы как раз не пропустить конкурс и кучу новых видео. Удачи!